современную жизнь сложно представить без гаджетов мобильные телефоны смартфоны плотно вошли в нашу повседневную жизнь ежедневно мы смотрим телевидение пользуемся электро бытовой техникой как быть если в случае покупки электро бытовых приборов обнаруживается их повреждение а продавец отказывается возвращать денежные средства узнаем у экспертов на исследование к специалистам управления государственного комитета судебных экспертиз по обрезкой области поступает различная техника от смартфонов до габаритных плазменных телевизоров задача экспертов установить что же все-таки стала причина неисправности недавно купленного устройства производственный или эксплуатационный дефект как показывает экспертная практика граждане которые обратились в экспертное ведомство полностью уверены своей правоте заключение эксперта позволяет им доказать это чаще всего ситуация после которой граждане обращаются к нам за проведением экспертизы радио электронных устройств электро бытовой техники выглядит примерно следующим образом после покупки какого-либо устройства в магазине специализированном либо на интернет-площадке после непродолжительного времени работы появляются какие-то сбои неполадки отображение информации некачественное на экране и обращаясь в магазин где был куплен товар пользователь получает отказ ввиду того что он сам виноват в том что это неисправность проявилась далее к нам поступают чаще всего на экспертизу объекты в виде мобильных телефонов планшетов ноутбуков телевизионной техники экспертный вердикт граждане предоставляют в магазин наличие производственного дефекта является весомым аргументом в пользу покупателя в этом случае мы должны вернуть денежные средства за приобретенный товар и экспертизу таких примеров в практике немало к нам обратился житель каменца который заказал через интернет площадку накопитель на жестких магнитных дисках ну или как в народе говорят жесткий диск использовать он планировал у себя дома на персональном компьютере получив курьером эту посылку он ее заснял на видео как он ее распаковывает установил в персональный компьютер но здесь одно разочарование его постигло жесткий диск не определялся не функционировал обратившись к продавцу он получил отказ как выяснилось в результате проведения экспертизы радиоэлектронных устройств электро бытовой техники с привлечением эксперта трассолога было установлено наличие на жестком диске следов ударов вмятины или давления в результате чего были заклинены головки они в одном положении остались вследствие чего жесткий диск не функционировал помимо этого была нарушена упаковка в которой согласно рекомендациям завода-изготовителя должен был жесткий диск транспортироваться обезопасить себя от покупки некачественного товара можно но не всегда возможно вам нет его приобретения иногда дефект или недостатки дают о себе знать только во время эксплуатации если вы столкнулись такой проблемой помните защитить свои права вам помогут эксперты а